Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Чуварского активиста оштрафовали за репост новости о закрытии его дела о репосте. В Крыму дети танцевали и били поклоны перед памятником вежливым людям. И в Череповце открыли военно-патриотический клуб на базе детского сада. У меня сразу же вспоминается текст песни «Кровосток и Череповец». Но если говорить о забавных заголовках, мы переходим непосредственно к серьезным темам. Дневной разворот в Кирове. Светлана Занько. Александр Асофин. Добрый день. Я вижу, что у нас детская тема как раз... Ты специально подбирал заголовки к нашей первой теме? Или так получилось? Так получилось. Потому что у нас тоже детская тема, и она тоже такая интересная и заковыристая. Я как мама 11-летней девочки очень заинтересована в том, чтобы мы ее подробно разобрали. Потому что надо сказать нашим слушателям, что наши коллеги из Казахстана озаботились тем, что игрушки, которые продаются на территории таможенного союза, Евразийского экономического союза, не проходят психолого-педагогическую экспертизу на предмет морально-психологических качеств в игрушках, присущим игрушкам. И они рекомендуют внести в регламент, в таможенный регламент, который регулирует оборот игрушек на территории таможенного союза, вот обязательно вот этот критерий. Ну то есть сейчас есть требования к материалам игрушек, игрушек физическим, механическим, химическим, электрическим свойствам и прочим. А здесь хотят еще оценивать эстетическое свойство игрушек и их, возможно, психологическое воздействие на формирование личности ребенка. Да, мы очень хотим обсудить этот вопрос с вами, слушатели 211-101. Вы можете рассказывать нам свои истории, что вы вообще думаете про игрушки, которые сейчас продаются в наших магазинах. Может быть, у вас с ними были связаны какие-то вещи, которые, ну, с не очень, может быть, позитивным оттенком или наоборот. Вот, пожалуйста, можете сравнить со своим детством, как вам нравятся нынешние игрушки или не нравятся, 211-101. Но мы для обсуждения пригласили, конечно же, еще и в студию эксперта. Это Елена Петушкова, заведующая детским центром Копленок. Елена Вячеславовна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. И разместили на сайте hakira.ru и в нашей группе ВКонтакте опрос. Нам хочется выяснить, как вы относитесь к современным детским игрушкам, как вы оцениваете их внешность, качество. Может быть, как раз морально-психологические качества. «Ужасно, неплохо, но небезнадежно, вполне себе ничего, хорошо, хороши не то, что раньше». Я одна из тех 18%, один из тех 18%, которые ответили на сайте hakira.ru, «хороши не то, что раньше». Но 54-55% говорят «плохи, но небезнадежно». ВКонтакте ситуация иная. Большинство, практически 40% опрошенных, высказываются за вариант «вполне себе ничего». На втором месте «плохи, но небезнадежны». 211.1, пожалуйста, высказывайте ваше мнение. Итак, еще раз. Мы говорим о том, что в экономическом ведомстве Казахстана сочли ситуацию с тем, что не отсутствует морально-психологическая оценка производимых игрушек упущением и внесли на рассмотрение Евразийской экономической комиссии проект обновленного регламента, главным новшеством которого стал пункт о направлении на психолого-педагогическое исследование всех игрушек, реализуемых на территории стран ЕАЭС, независимо от государства-производителя. Вот если нам удастся, кстати, в течение нашей программы связаться с директором фабрики «Весна», с Ольгой Юрьевной Доротюк, мы с удовольствием спросим, а как это может сказаться на производителях. Пока что на связь она не выходит, но попробуем. А сейчас мы разберем, может быть, этот аспект с точки зрения специалиста, который непосредственно работает с детьми. Вам, Елена Вячеславовна, нравятся современные игрушки? Больше да, чем нет. Так, больше да, чем нет, да? Плохо, но не безнадёжно или вполне себе ничего? Первый вариант. Плохо, но не безнадёжно. Обоснуйте. Обосную тем, что сейчас много технических возможностей для, как сказать, осуществления в игрушке модели окружающего мира. То есть если рассматривать с точки зрения обучения, то мы много можем внести в обучение. Но есть такие моменты, которые спорные. Меня больше всего смущает качество игрушек. Качество не, как сказать, внешнее, а внутреннее. То есть безопасность изготовления. Материалы. Материалы. Прежде всего. Использование красок. Использование, как сказать, материалы должны быть прочные. А то мы сталкиваемся с тем, что игрушка разваливается моментально на глазах. То есть меня волнует больше качество изготовления на сегодняшний день. Что касается безопасности психолого-педагогической, то тут вопрос такой, можно сказать, спорный. Да, безусловно, это, наверное, нужно. Но я придерживаюсь такой концепции, что родитель всё равно является определяющим фактором в выборе игрушки ребёнка. То есть всё, что мы закладываем, это идёт в семье с рождения. А остальное накладывает, конечно, общество. Если ребёнок воспитывается в среде, которая поддерживает вальдорфскую педагогику, ну, предположим, вот такую безглазую игрушечку, то ребёнок будет играть такими игрушками. А если... Секундочку. Надо сказать, что Елена Вячеславовна принесла к нам игрушки. Они сейчас находятся на нашем столе. Кто смотрит видеотрансляцию на сайте hacker.ru, то видит. Вот сейчас Елена Вячеславовна демонстрировала вязаную такую лисичку в ручной вязке, да, без глаз, без носа, без рта. Ну, основные признаки тут присутствуют. Почему она, кстати, без лица? А потому что игрушка направлена на развитие воображения ребёнка. То есть он должен дофантазировать отборос. Это классическая игрушка, которая была признана практически во всех... Мы можем найти в любой культуре совершенно, и в русской, и в японской, когда делались болванки такие без лица. Да, да. Этой игрушкой можно играть бесконечно. Потому что тут можно додумывать, завязывать, перевязывать, всякие шарфики, я не знаю, ну всё, что угодно. В отличие от игрушек, которые уже всё сказали. То есть сюда добавить уже сложно чего-то. Да, вот сейчас потянулась рука к Фёрби. Хорошо, что он ещё не говорит. Это говорящий? Да, он говорящий. Он говорящий. Сегодня он замолчал. Вы вытащили батарейки из него? Да. Потому что иначе его никак не заткнёшь, извините. Нет, нет. То есть тут уже ничего не додумаешь. Всё на поверхности. Всё ясно и понятно. Тут можно подумать. Грустная, весёлая, сытая, голодная. Всё что угодно. Какую-то роль дать. Да. То есть можно всё додумать. У меня сегодня она грустная, вы не поспорите. А он всегда одинаков. Неправда. В нём заложено как минимум 15 программ различных в Фёрби. И он как раз и плачет, и смеётся, и бывает злым, и бывает добрым. Я говорю сейчас не о технической составляющей, а именно о том, что несёт игрушка в молчащем состоянии. То есть он всегда одинаков. Да, мы добавляем звук, то есть мы подключаем ещё одно сенсорное ощущение. Тогда он начинает жить. А тут ничего не надо подключать. Ну, сразу живёт. Ну, я бы тут поспорила, конечно. Да. Всё зависит от того, какую нагрузку педагогическую воспитательную несёт этот, как сказать, атрибут. А дети, какую предпочитает игрушку? Вот поставите вы перед ним в Фёрби и поставите вот эту лисичку вязаную. К чему рука потянется в первую очередь? Эксперименты разные. Всё зависит от возраста ребёнка. Маленький ребёнок потянется к этой игрушке. Ребёнок постарше потянется к этой игрушке. Маленький потянется к безликой кукле. Да. Это до скольки лет такое происходит? Ну, это произойдёт до двух с половиной лет. А дальше-то что делать? Нам уже интересно, что может сделать. Начинает нажимать, начинает, и он начинает шевелиться. И это завораживает. Ну, до определённой поры. Потом это он устает и опять берёт эту игрушку. То есть такие игрушки присутствуют, но они недолго. Игрушки технические, да? Технические, да. Напичканные всякими программами. Они присутствуют, но они недолго. Потом ребёнок просит купить другую. Там цвет, ещё что-то. Купить другую. Мне кажется, это самый главный фактор, который возмущает родителей, которые не хотят покупать всё новые и новые игрушки. И, между прочим, с таким предложением проводить психологическую экспертизу игрушек обращаются неоднократные и различные родительские объединения. Одно из последних сообщений было совсем недавним. Это 21 февраля. Вот я смотрю, это уже в СМИ было. Ассоциация родительских комитетов. В это время ждала ответа из Госдумы, где должны были решить, отправлять ли эльфов пони и всяких трансформеров на принудительную психологическую экспертизу. Я прямо цитирую, мне очень нравится, как тут говорят на самом деле. Я так понимаю, что ответ из Госдумы был отрицательным. И прежде всего был основан он на том, что производители детских игрушек и продавцы задавали много вопросов. В частности, а кто те эксперты, которые будут оценивать эти игрушки? И как долго это вообще может длиться, оценка психологического воздействия игрушки на ребёнка? Потому что мы же с вами можем вспомнить историю с Барби, пресловутой, которая никак не заканчивается. Прежде всего, она продавалась очень долго во всех странах мира, исключая, может быть, какой-то Иран, где в силу религиозных установок нельзя было её продавать. Но прежде чем приняли решение о том, что Барби оказывает негативное влияние на девочек, которые никак не могут вырастить такие ноги, как Барби имеет, прошло лет 50. И теперь мы видим Барби, у нас, например, дома Барби кубинка. Знаете, недавно появилась. Вот у меня разрыв шаблона. Я бы уж согласилась на обычную Барби, как символ этой куклы блондинки. Потому что я не понимаю, что за Барби кубинка такая. Я была вынуждена её купить. Но вот здесь у меня, как у родительницы, было возмущение такое. Уж если покупать, то хоть классическую какую-то. Мы сейчас прервёмся буквально на одну минуту. У нас будет перерыв. Мы ждём ваших звонков, слушатели 211-101. Пожалуйста, высказывайтесь насчёт современных игрушек. Так ли они ужасны и опасны. Как это мнится некоторым представителям родительских комитетов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Нужно ли ужесточить требования к современным детским игрушкам с точки зрения их морально-психологических качеств. Да, мы обсуждаем этот вопрос с Еленой Петушковой, заведующей детским центром Коплёнок. И с вами, слушатели 211-101. Пожалуйста, высказывайтесь насчёт современных игрушек. Как вы к ним относитесь? Удовлетворяет ли вас их качество и технические? Ну и, может быть, вы тоже с точки зрения морально-психологической что-то нам скажете по этому поводу. Вот, Саша, был в перерыве хороший вопрос. Да, вот сейчас в перерыве говорили. Светлана, так как она уже сказала, родительница, поэтому с игрушками постоянно сталкивается. А я вот их крайне редко вижу. И поэтому, что такое современная игрушка? То есть она иначе работает на психологию ребёнка по сравнению с теми игрушками, которые были там несколько поколений ранее. Либо это с технической точки зрения что-то новое. Что такое современная игрушка? Роль игрушки, она осталась та же, что и была, будем говорить, в прошлом веке или в позапрошлом веке. То есть она может быть игрушкой-забавой, развивающей игрушкой или игрушкой-образной. Сейчас, я думаю, что больше направлено внимание производителя на техногенность игрушки, то есть напичкивание разными техническими возможностями. Раньше о таком мы не мечтали. Но это веяние времени, и от этого никуда не уйти. Ну и развитие прогресса научного. Дети, они тоже уже мыслят по-другому, и они хотят чего-то другого. Поэтому, наверное, только этим и отличаются. И возможностью использования новых материалов, которые приобрелись буквально в последнее время. То есть пластик стал другим. Если раньше пластик не был таким, то сейчас он выдерживает большие нагрузки и очень хорошее. Это лего сейчас мы демонстрируем. Да, лего, да. Ну, предположим, да. И очень много возможностей из конструктива. Как сказать, ребёнок может действовать с ним бесконечно. Что ещё могу сказать по поводу игрушки? Игрушка всегда несёт какую-то направленность. То есть она или чему-то учит, или как-то, как сказать, забавляет ребёнка. И всё зависит от того, как она выглядит. Если игрушка, как сказать, способствует обучению, она должна быть максимально приближена к предмету, который есть в реальной жизни. Вообще через игру ребёнок реализует все свои возможности, все свои желания, которые у него возникают. То есть вы сейчас можете стать космонавтом? Нет, к сожалению, да. А ребёнок, он может легко стать космонавтом. Ему для этого нужен только стул, стол и какую-то там руль, предположим. И он полетел. И вот эти все фантазии, они реализуются в детском возрасте. То есть он пробует себя в любой роли и в результате понимает, что ему больше нравится. Ну вот на самом деле, если мы будем возвращаться к истории, которую мы разбираем, это вот как раз постоянные жалобы разных групп специалистов и неспециалистов на то, что мы не оцениваем морально-психологические качества игрушки, надо всё-таки сказать, что это такая всемирная история. Это не только таможенный союз Евразийского экономического союза беспокоился этим. Мы вот уже про Барби с вами говорили. Я могу привести пример истории, которая произошла буквально на моих глазах. Это история с куклами Монстр Хай, производитель Мотел, которая прямо буквально в прошлом году заставила измениться эту игрушку из-за того, что были жалобы родителей. То есть представляете себе куклы Монстр Хай. И может быть кто-то даже представляет себе сериал, который... Я тоже, Саша, не представляла очень долгое время. Как-то мне кажется, я в этой студии уже рассказывала, моё отношение к этой игрушке было крайне негативным. Я своей дочери, прямо она проходила, сжав голову в плечи мимо витрин с Монстр Хай, очень-очень долго. Длилась эта класс, наверное, до второго. Когда я пришла в школу и на перемене увидела, что стайка девчонок стоит у подоконника, они там играют. Кто-то сказал Софии, что вот пришла мама, и мой ребёнок оборачивается, и я вижу в глазах ужас, метание какое-то. Её, значит, застукали за каким-то страшно опасным занятием. Всё, что там происходило, это девочки играли в кукол Монстр Хай. Мне стало стыдно, Саша, в этот момент, потому что я не считаю, что вот такие эмоции должны вызывать решение родителя у ребёнка, который просто хочет поиграть в куклу. Я себя, Саша, заставила посмотреть несколько серий Монстр Хай. Я поняла, что в этих сериях воспитывается толерантное отношение к различным разным людям, у которых разные особенности. Эти монстры, понятно, каждый изображает какое-то качество, которое есть в человеке. Да, и там есть мораль в этом мультфильме, и он, на мой взгляд, вот в моей дочери ничего плохого не воспитал, а наоборот. Тем более, что мы обсуждаем с ней каждого нового героя, почему у этого большие ноги, и что она думает по этому поводу, там, дочка Ейти, например, да. Она, почему, ну, в общем, все эти вот вещи. Мы купили с ней эти игрушки и купили потом ещё и не одну игрушку. И это, между прочим, не отменило её увлечение вот этими безликими куколками, которые делаются своими руками. У нас наравне с Монстр Хай есть кукла, которую она сделала недавно на мастер-классе из подсобных материалов, и она нежно её любит, и она там, понимаешь, её из фетра вот мы делали там разные всякие вещи. Есть кукла, которую она сшила с бабушкой, которая тоже своё место занимает. Если мы будем говорить о детях, которые вот предподростковый возраст, может быть, потом подростковый возраст, где, наверное, особенно важны вот эти морально-психологические качества. Но, возвращаясь к Мотеллу, к Монстр Хай, всё-таки под давлением общественности Мотелл изменил дизайн этих Монстров Хай, и теперь эти куклы — нечто среднее между всем, между Барби, братц нашей куклой Машей и ещё чем-то. Они потеряли свою идентичность какую-то, они стали неинтересными. Мы их перестали покупать. Для моего кошелька это, безусловно, плюс. А вот для истории, которая развивалась и которую мы обсуждали, я даже скучаю, Саш, правда, поэтому... Мне кажется, мы говорили об этом в перерыве, привязанность определённых игрушек к определённой культуре. И в этом, может быть, какая-то особенность вот этого образа был, может быть, слишком непонятного для кого-то, просто для людей из другой культуры. Суть-то состоит как раз в том, и Елена Вячеславовна начала об этом говорить, что с ребёнком надо общаться. Ему нужно объяснять, его нужно выслушивать, как она оценивает те или иные качества, почему ей нравится или не нравится этот персонаж. Вот мы благодаря этим куклам, кстати говоря, не рекламу, никакая просто история рассказываю, мы очень много мифов вспомнили разных народов мира, потому что там есть персонажи, которые их представляют именно. То есть с этой точки зрения развития, конечно, я тоже наблюдаю. Я и хотела отметить, что ключевое, я с ней поговорила, я выяснила, то есть что привлекает ребёнка. Вот эта неодинаковость, непохожесть, она порой загоняет нас в угол. И мы очень долго разбираемся в себе, почему у меня нос не такой, как у Маши, почему у меня уши торчат не как у Саши. И многие вещи не дают детям спокойной жизни. А в этих куклах порой вот это всё олицетворяется, и ты начинаешь с этим мирно сосуществовать или учишься жить. Да, потому что показывается герой, который с теми вещами, которые считаются, что вроде бы может быть недостаток, наоборот, как преимущество этого человека. Да, да. То есть они, может быть, даже и подчёркивают самоценность тебя в этом мире. Только нужно научиться в этом разбираться. А никто иной, как родитель или педагог, не сможет ребёнка научиться в этом разбираться. А это мы можем только разговаривая. Но мы разучились говорить. С детьми. С детьми, да. Друг с другом редко даже. Надеюсь, что не все. Не все, да. Мы, кстати говоря, здесь обращаемся к вопросу экспертов. То есть кто те люди, которые соберутся в какую-то комиссию евразийскую и будут оценивать эти игрушки, которые производятся... Кстати говоря, тут неважно, где будут производиться. Не только в Таможенном союзе, но вообще во всём мире. И в каких объёмах они смогут оценивать эти игрушки? Как долго это будет происходить? И, в общем, никто же не убирал субъективный факт. Конечно. Ты понимаешь, вкусовщину никто не убирал. Возраст, в конце концов, да. Насколько этот человек современен вообще? Потому что мир-то ведь не стоит на месте. Есть увлечённость и глубина поиска. То есть если вот вы увлеклись, у вас ушло это всё вглубь, вы расширили себя благодаря этой игрушке. Себя, свою жизнь, свою культуру. И это касается абсолютно всего в жизни. Игрушки в том числе. То есть я думаю, что эксперты, да, они безусловно нужны. Но всё зависит от потребителя, от его подхода к данному виду игрушки. Елена Вячеславовна, вот если всё-таки будет введена такая норма, к чему это может привести, по вашему мнению? Я думаю, глобально ни к чему не приведёт. То есть ничего не изменится? Да, я считаю, что так и останется. Ну, мне кажется, что производители бы сейчас и торговцы не согласились бы с этим. Потому что одновременно могут с прилавков исчезнуть огромные партии игрушек, которые делают выручку бизнесменам. И когда трясётся эта ситуация, совершенно непонятно. Я думаю, что быстро всё никогда не сдвигается. Это зависит от на какой-то период в воздухе. Потом это опять возобновится. Потому что вопрос компетентности, конечно, он очень широкий. И зоны затрагиваемой оценки, он тоже очень скользкий. Там нет определённых критериев. И в каждой стране эти критерии разные. Кроме того, мне кажется, что, конечно же, крупные производители игрушки, они и так всегда лоббируют свои интересы, так или иначе. Но, в общем, в экстремизме как-то я особо производителей не могу обвинить. Потому что, вот ещё раз, пример с Monster High показывает, что всё-таки слышат, если очень много вопросов, всё-таки слышат. Другое дело, во что это выльется, мы увидим буквально через год, через два, когда поймём, упали продажи этой игрушки, она вообще способна выжить в этом мире или всё-таки нет. Ну и, наверное, в крупных компаниях производители игрушек всё-таки работают, детские психологи, и этот фактор учитывается. Однозначно. Потому что без мнения этих людей они бы не создавали новые образы. Так бы и осталось на уровне тех игрушек, в которых мы играли. То есть, когда было закрытое пространство. Сейчас расширилось. И так, я думаю, что в каждом крупном производителе это очень, как сказать, большой пласт. И тогда вопрос, наверное, вот эти эксперты, которые подразумеваются нововведением, они также будут детскими психологами, если необходимость в повторной психологической экспертизе. Опять же, потому что, например, по словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, техническое регулирование и психологическая экспертиза — несовместимые вещи. То есть, с одной стороны, мы оцениваем качество материала, а с другой стороны, как не этот материал, а общий образ может влиять на психологию ребёнка. То есть, тоже спорный вопрос. Мы сейчас прервёмся буквально на две минуты. У нас реклама. Продолжим обсуждение судьбы игрушек в современном мире. 211-101. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы обсуждаем судьбу игрушек в современном мире, поскольку тревожат всё больше и больше различных экспертов и неэкспертов морально-психологическая оценка производимых игрушек, игрушек, которые продаются в наших магазинах. Надо сказать, что, конечно же, как мне кажется, я тут защитником выступаю современных игрушек, такие серьёзные компании, гиганты, производители, как «Мателл» уже упомянут, это крупнейшая компания, которая производит множество игрушек. «Братс», «Мокси», как раз на куклах специализируется, «Монстр Хай» и прочее. «Хазбра», второй производитель мировой, которая выпускает игрушки. Между прочим, помните историю игрушек? «Хазбра» — это как раз. Дальше. «Фишер Прайс» — это компания, которая выпускает очень много игрушек, направленных как раз на развитие конструкторов, всякие тактильные игрушки. «Крайола» — это компания, которая выпускает очень много товара, тоже направлена на развитие творческих способностей. «Лего». «Зола» — это крупнейшие компании мировые, которые имеют свои заводы по всему миру. В основном они концентрируются, естественно, в Китае и в Индонезии. И здесь совершенно справедливо Елена Вячеславовна отмечает, что тут, скорее всего, что касается заводов и производства, у нас вопросы к техническим качествам этих игрушек. Помните, несколько лет назад была история с шахматами «Гарри Поттер», когда все бросились их покупать. Они были очень дорогие, вместе с журналами продавались. На пике был сам «Гарри Поттер», и, конечно же, родители быстрее детей бежали, чтобы купить новую партию. И потом выяснилось, что запах этот не выветривается, а только хуже-хуже в квартире он стоит. И вот мы тут поделились с Еленой, что обе мешки выбросили с этими шахматами. Было очень обидно, правда? Правда. Да, но уже какой вред успел нанести этот материал нам и нашим детям. Но после этого я не сталкивалась с такими мощными, конечно, ошибками у производителей. Но возвращаясь к тому, как производятся и как конструируются игрушки, мы, конечно же, себе представляем, что работают целые отделы огромные, где есть и технические сотрудники, и психологи, безусловно. И сейчас игрушки сами по себе, вот такими крупными компаниями, они не выпускаются в никуда. Они всегда сопровождаются мультипликационными фильмами, целыми сериалами, которые длятся годами просто там. Или это крупные полнометражные мультфильмы. Это же «История игрушек», которую мы вспоминаем. Там и Барби, пожалуйста, есть. Ее там снова оживили, реанимировали практически, придали ей новое дыхание. То есть выпускаются программы, которые идут на детских телеканалах. Тот же «Дисней» и «Карусели» и прочие разные всякие. А уж если вы зайдете в интернет, Саша, и посмотрите, сколько там снимается обзоров взрослыми людьми на куклы и на всякие игрушки, и их последователями, девочками и мальчиками, вот эти вот обзоры. Кстати говоря, одна из очень важных тоже вещей – это новшество, сейчас новое веяние. Я тоже могу сказать, я просто вижу, как моя дочь, не отрываясь, смотрит обзоры, и практически это лучший друг. Он уже этот человек, который делает такие обзоры. И вот это, кстати, ещё одна история про то, а кто общается с нашим ребёнком на предмет игрушки, обсуждает вот эту самую игрушку. Вы, Елена, обзоры смотрите? К сожалению, нет. Вы не знаете, что они есть? Я знаю, что они есть, но я их не смотрю. Хотя понимаю, зачем они есть. И это, будем говорить, такая идеологическая вещь, которую действительно нужно отфильтровывать. Нужно следить за тем, с кем общается ребёнок. Можно как в лес завести, так и из леса вывести. Что для вас важнее? Меня, к счастью, пока миновало это участь, потому что у меня дети выросли, и я уже не на чеку. Ну, у вас в Коплёнке-то как раз вот они и подрастут к школе. И в школе-то они начнут сами снимать себя на любые гаджеты и обонтировать фильмы. Благо сейчас все смартфоны это позволяют. Поэтому мы сейчас очень стараемся внушить детям такую игру, которая действительно несёт какую-то нравственную ценность, которая как-то развивает. То есть они делают такие презентации, они рассказывают об этих игрушках. Вот мы сейчас готовим полномасштабный проект, который выльется на выпускном, связанный с мужскими путешествиями. То есть кто где путешествовал, как и каждый готовит какую-то вещь для этого путешествия. То есть мы пытаемся игру внести именно в то русло, чтобы она была здоровой с психологической точки зрения. Потому что у нас очень много присутствия таких вещей. И нужно уметь с ними, как говорится, жить. Таких вещей, это сейчас в руках у Елены такой микроб, который очень напоминает микробы из известной рекламы, известного средства для унитазов. Да? Да. И что, он страшный? Он вроде бы страшный, да? Его не хочется брать в руки. Но когда подумаешь, что это действительно микроб, и насколько он нужен, чтобы напугать, что нужно мыть руки, иначе он, простите меня, останется с тобой. Ты представляешь, что он ляжет к тебе в кровать вместе с тобой? И как-то хочется быстрее бежать мыть руки. Ну да. По поводу субъективности тоже и экспертизы. Насколько будет субъективен взгляд экспертов, насколько объективен. Вот есть также опасения, что, например, в зону риска могут попасть классические игрушки. Все мы знаем, что там мальчики в детстве любят бегать с каким-нибудь оружием, пистолетами и прочим, и прочим. И вот здесь уже, например, всем известные танки и пистолеты могут быть признаны провоцирующими игровые сюжеты, связанные с насилием. Или, например, домино или монополия. Это вообще азартные игры. То есть как здесь подойти? И не запретят ли у нас монополию в связи с этим? Монополию-то могут, конечно, Саш, запретить. Но танки, я думаю, что нас никогда не запретят. Пока у нас такие парады замечательные на Красной площади, эти игрушки всегда будут занимать свое место. Другое дело, я не знаю, вообще сейчас дети играют ли в такие вещи, как танки и пистолеты. Строят различные стратегии, то есть они перемещаются. Они очень любят с этим играть. Это мы про мальчиков сейчас речим. Про мальчиков, да. Ну, военная игрушка, она была всегда. И вопрос в том, какую патриотическую значимость она несет. Кто ты, как ты. Даже взять шахматы, они тоже, будем говорить, азартная игра. Хотя интеллектуальная. Тоже как. Ведь преподнесешь твоя армия против моей армии. Кто из нас сильнее? То есть здесь все равно огромное влияние, конечно же, семьи и тех людей, которые общаются с ребенком. Если это не семья, то это будут заместители. Заместители не со двора сейчас уже, да, дворов-то практически не осталось. Ну, например, из интернета. Даже двор-то, наверное, сейчас лучше, нежели интернет. Если бы он был еще этот двор. Я и говорю, потому что он исключен. Да, да. А вот интернета, это, конечно, очень важная совершенно составляющая. И именно туда, мне кажется, нужно обратить свои взгляды родителям, которые озаботились вообще, что такое игрушка. Потому что через него можно выяснить и историю этой игрушки, и что про нее говорят люди, которые являются для вашего ребенка кумирами. Да, носителям информации. Это правда. Но на самом деле, я не знаю, может быть, все-таки излишне волнуются представители родительских комитетов по этому поводу. А второе, нет ли, например, в решении, в предложении представителей Казахстана некого лоббирования своих производителей. Я вот сейчас попыталась в интернете набрать лучшие отечественные производители, кто они. Я просто набрала. Я вам хочу сказать, что вот на первой же страничке, которая открылась у меня, фабрика «Весна». У меня такое ощущение, что наша фабрика, она чуть ли не единственная в стране. Нет? Выжившая. Выжившая, да. И какой арсенал? Пластмассовые и мягконабивные куклы, перчаточные куклы, меховые игрушки, пластиковые и металлические развивающие, спортивные и настольные игры. Мы знаем набор «Весны». Это достаточно классические такие игрушки. В общем, из нашего, собственно, детства. Это, кстати говоря, вот эти игрушки из нашего детства, они по-прежнему востребованы детьми и по-прежнему занимают место на полках. Вы используете их в своей работе? Мы используем, но у нас они тоже вытесняются. То есть в группах старшего возраста, будем брать с пяти лет, они вытесняются игрушками именно мягконабивными или шарнирными, чтобы действовала рука, нога. То есть детям важно... И ближенная к анатомии, да? Да, приближенная. А в младшем возрасте дети любят этих игрушек. Они большие, эти игрушки. Они большие, они удобные. Ее можно взять и нести, и чувствовать этот вес. Я просто в силу того, что у меня практически раз-два и обчелся игрушечные фабрики российские показываются, то очевидно, что вот это предложение Казахстана прежде всего направлено на крупнейших мировых производителей. И не приведет ли это к тому, что вот мы вдруг окажемся в нашем советском детстве, лишенные всего этого количества, того предложения, к которому мы уже привыкли? Я думаю, до этого дела не дойдет. Потому что это махины, это империи, это большие корпорации, которые направлены на это. И их не сдвинуть с места, мне так кажется. Каков вообще процент отечественных игрушек, предположим, у вас в учреждении? Можно ли сказать? Ну, мы сторонники наших отечественных игрушек и выдерживаться, я буду говорить так, 50 на 50. Почему 50 на 50? Может быть, было бы больше иностранных производителей, но все-таки требования к качеству безопасности материала. Наши проходят экспертизу более тщательную, нежели иностранные представители. Почему? Я не знаю почему. Но сертифицированные игрушки, они стоят дорого, и есть такое втекание в рынок, именно, будем говорить, такой... Контрафактной продукции. Контрафактной продукции, да. Вот игрушки-реплики, которые действительно, они опасны. Если лего, да, он безопасен, мы его и покупаем. Несмотря на то, что лего вообще не дешевое удовольствие, на самом деле, очень. Очень не дешевое, но мы берем именно это, потому что это безопасно. И детали все сочетаются друг с другом. Там вроде бы сэкономил, но опять-таки теряешь и качество, и все равно риск. Не чувствуешь себя уверенным, действительно ли это безопасно. Вопрос цены. Да, ну что, посмотрим, как будет продвигаться дальше вся эта история. Я думаю, что в любом случае каждый год будут возникать какие-то такие попытки дать свою оценку новым производимым игрушкам и фильмам. Тоже, кстати говоря, вот недавняя история с фильмом «Красавица и чудовище», который вызвало много бурное обсуждений везде и всюду, на самом деле. Взрослые люди активно обсуждают этот фильм. А мы будем следить за развитием ситуации. Надеемся, что ваши дети играют в хорошие, современные, безопасные игрушки, и вы с ними общаетесь. Ну вот психологи, главное, говорят, что в любую игрушку ребенка нужно учить играть. И игрушку наделяют той или иной информацией. Лет 30 назад все дети играли в войну, и это, безусловно, агрессивная игра. Но при этом взрослые объясняли детям, что направлять оружие на человека и тем более стрелять в людей – это плохо. Такой подход, по мнению психолога, позволял выплескивать агрессию, но в то же время дети знали, что ее нельзя направлять против окружающих. То есть нечего на игрушку пенять, Коля с детьми не разговаривает. Коля сам некомпетентен. Да. Спасибо большое. Елена Петушкова, заведующая детским центром «Копленок», была у нас в эфире. Мы сейчас прерываемся на новости, тематические программы и реклама. В следующем часе будем разговаривать с представителем активистов, которые организовали митинг-протест в текущее воскресенье. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ